Наша страна уже привыкла гордиться своими талантами на большом от них расстоянии. Это здорово, что есть в нашей стране люди, которые за далекими пределами нашей территории, нашего государства прославляют то, что есть у нас. И сегодня у нас действительно особенный гость. Это великий тенор, я не побоюсь этого слова. Майкл Клейтман. Исполнит он свою первую композицию под названием «Хуроме». Аранжировка Даниэля Бонавири. Не обижайся на меня. Майкл Клейтман. 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 Услышав эти ноты, услышав этот голос, душа, она просто расцвела. И несмотря на то, что сегодня 26 февраля, не знаю, у меня, например, уже весна. Я думал, мурашки. Ну, первый раз за долгое время работы, Аня, в этой программе, на этом телевидении, мурашки не только у тебя, но и у меня. Ага. Да. Совсем скоро, после короткой паузы, мы встретимся на нашем диванчике и с Майклом, и с его большим другом Марианом Стырча, поэтому не переключайтесь. Музыкальная биография этого артиста, дуэт Стота Кутуния, творческие взаимоотношения с Лайзой Минелли и Элтоном Джоном. С рок-группой «Скорпионс» он исполнен песню «You are the champion», который посвятился микратному чемпиону мира в гонках Формулы-1 знаменитому Михаилу Шумахеру. Мы очень рады, что сегодня у нас в гостях потрясающий оперный певец, тенор Майкл Клейтман. Доброе утро, Майкл. Доброе утро, Мариан Стырча, художественный руководитель национальной филармонии имени Сергея Лункевича, человек, благодаря которому Майкл сегодня у нас в гостях. Спасибо, Марианна, за приглашение, спасибо вам. Вы неоднократно пребываете в Кишинев, то есть за последние несколько месяцев это уже, по-моему, второй раз. Да, я был в ноябре здесь, и я сейчас приехал в рамках Марсишора. Но мой первый концерт был 21 числа, посвящение Григорию Веру. Мы с ним были очень большие друзья, очень близкие люди, и я приехал в рамках этого концерта. И, естественно, в рамках Марсишора Мариан Стырча пригласил меня. Насколько я знаю из ваших интервью, первое, что вы делаете, когда вы приезжаете сюда, то есть на родину к себе, это вы идете на кладбище к Григорию Веру? Да, я сразу же на второй день с утра иду на кладбище к Григорию Веру. Мы очень были близкие люди, и у нас была бескорыстная очень дружба. Он меня очень сильно уважал, любил. Он называл меня своим братом, и мы очень дружили много лет, и очень жаль, что его нет. Это большая утрата, но я счастлив, что являюсь его современником, и счастлив, что я его знал, и это для меня очень большое счастье. Вот если говорить о ваших, скажем так, друзьях, да, сложно ли быть знаменитым и дружить с знаменитыми людьми? Каково это? Понятие знаменитое, это для меня немножко всегда очень так сложно воспринимается. Это моя работа, я очень много работал и посвятил себя всю свою жизнь музыке, очень много учился. Ну, естественно, правильно использовал свой талант и очень много над собой работал. И, наверное, Господь Бог мне дал возможность петь с великими мастерами, работать в очень серьезных студиях в Америке, в Лос-Анджелесе, петь на серьезных сценах с Хосе Кареросом и с другими интересными исполнителями. И я благодарен судьбе, и свою карьеру начинал молодым мальчиком с Марианом Стырчи. Когда-то он мне взял свой вокальный инструментальный ансамбль, я пришел на прослушивание, где пел тогда итальянские песни. Ну, встал, и Мариан говорит, ну, вы знаете эту песню? Говорю, знаю, ну, начинайте я. Кико фунзионе, сара перкетиямо. О, хорошо. Он, в общем, пел, да, я следующую эту песню, вы знаете? Да, знаю. Вот так я 33 года назад познакомился с моим очень близким другом, товарищем Марианом Стырчевичем. Мариан, скажите, пожалуйста, вот вы помните эту первую встречу, да? Безусловно. И что поменялось за 33 года? Я рад успехам Майкла, я рад, что он достиг то, чего, наверное, ни один артист или выходят из нашей Молдовы и не добился... Такого признания. ...в таком масштабе, действительно. Это без каких-то скромностей, я говорю, что это так и есть. Я рад, что он достиг этого, я рад, что он любит нашу страну, я рад, что он приезжает сюда с удовольствием. Что ценит то хорошее, что здесь есть. Это действительно так. Он скромничает, он бы мог этот список своих сотрудничеств, своих достижений еще, наверное, часа два рассказывать. Вот. Но поверьте мне, что это действительно настоящий, открытый, честный музыкант. Спасибо. Майкл, скажите, пожалуйста, вот вы приехали сейчас, на данный момент, в рамках такой потрясающей традиции, начала весны, начала новой жизни, у нас отмечается Мурцушор. Что для вас этот праздник, какие традиции вам особенно близки и придерживаетесь, живя уже совершенно в других странах или странах? Вы знаете, я, когда человек покидает свою страну, свою землю, по определенным причинам, естественно, это было много лет назад, 27 лет назад, он оставляет свою частицу здесь. И когда он возвращается, это очень эмоционально. Я благодарен Министерству культуры, Мариану Старевичу за приглашение. Естественно, здесь нет огромных возможностей, но я это делаю от своего сердца, потому что я очень люблю свою страну. Я всегда ее проставляю за рубежом. У меня очень много гражданцев. Да, а сколько у вас гражданцев? Ну, очень много. Ну, неважно. Больше 10? Нет, нет, нет. Ну, я гражданин Америки, Германии, Австралии, Израиля. И, в общем, у меня есть возможность жить, где я хочу. И, ну, дело в том, что я очень люблю свою страну и всегда горжусь, и всегда меня объявляют во всех телевизионных шоу, на концертах. Хотя гражданин Австралии, мой дом в Австралии, очень люблю эту страну, очень люблю это для меня второй дом. Я говорю, что я, ну, родился в Молдавии. И мне всегда презентируют, что я из Молдавии. То есть вы этого не стыдитесь, да? Нет, я горжусь. А чего я должен стыдиться? Наша страна очень талантливая. У нас очень талантливые люди, у нас очень талантливые музыканты. Я вам больше скажу, что, честно говоря, на мой взгляд, у нашей страны самые высокие достижения в мировой культуре, это в мировой, скажем, такой какой-то, именно в культуре, именно в музыке, может быть, еще немного в спорте. Не в экономике, не в продукции чего-то, не в индустрии. А в людях. Да. Мы бандали наши люди. И Мария Вешу, и Жок, и Латяну, и можно этот список. Да, конечно, литература. Вот это действительно мировые достижения нашей страны. Страна и поэтому, конечно. Который, все-таки, акцент, к сожалению, сейчас смещен с этого. Но, я надеюсь, каким-то усилим, очень мы все это вернем к настоящему пониманию наших ценностей. Майкл, мы живем в своей стране. Мы, в принципе, нет у нас возможности соприкоснуться с жизнью, с бытом той же Австралии, Соединенных Штатов Америки, Израиля. То есть, это разные народности, это разный менталитет. Вот, что бы вы посоветовали, как нам научиться правильно ценить? Вот то, о чем мы говорим сейчас, да, вот этот талант, который зарождается здесь, на этой территории, на этой земле. Вы, как человек, который впитал в себя знания и культуру разных территорий. Вы понимаете, вот я сейчас живу много лет в Германии, и немецкий зритель, немецкие люди очень ценят свою культуру. И правительство дает очень много, спонсирует концерты. И мне бы хотелось, конечно, чтобы правительство этой страны уделяло большое внимание культуре, потому что мы имеем мировой потенциал. На самом деле, это без всяких. Вот я репетирую с оркестром, например, сейчас филармонии. И хочу сказать, оркестр настолько звучит красиво, и такой красивый звук. И сегодня прилетел итальянский дирижер, и Агафица, первый дирижер оркестра. Потрясающе. Вы знаете, на самом деле, европейский уровень звучания оркестра, это очень радует. Это на самом деле радует, что очень талантливые люди. И хотелось, чтобы, конечно, правительство помогало культуре. Это очень важное состояние страны. С этого все начинается с культуры народа. А здесь очень большие традиции. Это нужно все очень беречь и восстанавливать. Скажите, пожалуйста, я насколько знаю, у вас очень много целей еще впереди, да? Мечтаний, скажем так, связанных с творчеством, с музыкой. Да, я сейчас закончил буквально пару недель новый альбом. Потрясающий новый альбом. Это второй альбом ваш? Нет, уже четвертый. Уже четвертый? Да, но это большой сольный альбом. Это музыка Болерус, испанская музыка. Этот альбом я посвятил всем своим друзьям. Там есть песни Григория Виеру, там очень моим близким друзьям. Также я благодарен спонсорам, ведущей компании в Москве, Итера Газ, моему товарищу Игорю Викторовичу Макарову, который бы спонсировал этот очень большой проект. Галерея Райзен, компания немецкая, Дримскин, польская компания, люди, которые дали мне возможность завершить этот проект. И во всех своих новых проектах я всегда приглашаю артистов из Молдавии. Я опять пригласил Наталицу Барбу, и она спела потрясающий дает Тони Рениса, All of You. Я получил права, и потрясающий музыкант, певица, и художница Ольга Перчинская, которая оформляла, вы знаете, да, она оформляла много лет назад. Я и обещал, что придет время, и я этот проект все-таки сделаю, и мой проект называется новая пластинка «Формула Де Амор», «Формула любви». И все песни о любви, и я думаю, что это будет очень-очень известный диск, хотя сегодня музыкальная индустрия очень такая слабая. Ну, неважно, но это очень серьезный продакшн. Я делаю это в Beatles студии, в Англии и в других студиях. Ну что ж, после короткой паузы мы услышим потрясающий голос нашего сегодняшнего гостя, поэтому ни в коем случае не переключайтесь. Давайте с нами. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ЗЕСТАВКА ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Майкла Клейтмана, но на самом деле потрясающего коруса мог исполнить в такой тональности только в Великой Повороте. Ну и наш статичный Майкл Клейтман. Многоуважаемый гость, да. И, кстати, эту песню сегодня в нашей программе он посвятил всем друзьям, которые есть у него и здесь, в Молдове, и за пределами нашей страны. Мы благодарим вас, Мариан, за то, что вы позволили нам сегодня, нашим телезрителям, соприкоснуться с великим. Я не побоюсь этого слова. Это действительно очень здорово. Спасибо вам, Рад. Я очень огромное. Спасибо и вам. Ну что ж, наша программа продолжается.